ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России в очередной раз хотят привязать полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю. Это позволит гражданину управлять любым доступным авто. Например, если в одной семье их несколько. Соответствующий законопроект будет вскоре внесен в Госдуму. Также авторы поправок намерены добиваться отмены учета и износа комплектующих при выплатах компенсации по ОСАГО. ДТП на российских дорогах чаще всего случаются из-за нарушения водителями правил проезда перекрестков. Также в топ-3 причин автоаварий, по данным ГИБДД, входят несоблюдение дистанции и выезд на полосу встречного движения. В конце списка находится игнорирование правил обгона. В целом, говорят в госавтоинспекции, за 10 месяцев этого года фиксируется снижение числа ДТП и на перекрестках, и на загородных трассах, и на пешеходных переходах. ТРАССА СТООДИН Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию начали поставлять семиместный мини-вэн Сузуки Эртиго 2022 года выпуска. Цены на автомобиль колеблются в диапазоне от 1 миллиона 800 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Переднеприводная машина укомплектована полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 105 лошадей. Трансмиссия – четырехдиапазонный автомат. В перечень функций входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль и так далее. ТРАССА СТООДИН Китайский автопром близок к тому, чтобы отобрать у «Лады» звание самой покупаемой в России марки. Второе, третье и четвертое места по продажам новых авто сейчас занимают «Черри», «Хавейл» и «Джили». Пятерку лидеров замыкает «Кия». У «Черри» наиболее востребованным является кроссовер «Тига 7 Про». Заводские цены на него начинаются от 2 миллионов 140 тысяч рублей. Первый в модельном ряду «Хавейл» – кроссовер «Джолион» от 1 миллиона 900 тысяч. Еще один участник «Триумвирата» – «Джили Кулрей» от 1 миллиона 880 тысяч рублей. ТРАССА СТООДИН Автоваз по-прежнему не может назвать точную дату возобновления выпуска «Лада Ларгус». Отсутствуют необходимые комплектующие. Известно только, что это может произойти в 2023 году. Отсутствие модели у дилеров ведет к тому, что на вторичном рынке «Ларгус» уверенно дорожает. С начала года цены выросли в среднем почти на 100 тысяч рублей. Сейчас в Тольятти, добавлю, делают лишь три модели. Это упрощенные «Гранта», «Нива Ледженд» и «Нива Тревел». Заводские цены на них начинаются, соответственно, от 678 тысяч, 809 тысяч и почти 1 миллиона рублей. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА СТО ОДИН». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин